Здравствуйте, граждане и гражданки! С вами я, Мари Тураса, значит вы меня на канале и смотрите мои новые видосы. И вы знаете, я столкнулся с тем, что очень многие, наряжая ёлочку, как бы вот общаясь со своими подписчиками, я смотрю, что они просто вот бездумно так ляпают всё подряд, кто-то собирает в каком-то одном стиле, кто-то в общем-то вообще без толку, вот, а кто-то начал, например, ёлку собирать прям в одном стиле с самого начала. Давайте не будем забывать, что у нас в компании, вернее, задач как бы ограниченное количество. Я вот, например, на своём основном аккаунте уже всё выполнил, поэтому мне пришлось зайти на свой твинкарь, и вот мы видим, да, что здесь задач, которые получаются по одному коробосу, их, в общем-то, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а, нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, семь задачек по семь раз можно выполнить, то есть семью семь, соответственно, ну, сами считайте, у нас в математике беда. Вот, и есть задачки, которые по три коробоса, их две, и по четыре тоже две задачки, вот, одна из них, в общем-то, ничего, так, в общем, можно её исполнил способно, а вот остальные, они потные, они на опыт, на урон и, в общем-то, на занятие места в топке десяточки. Ну, что я могу сказать, то есть ограниченное конкретное количество, в общем-то, соответственно, наших коробосов, в каждом коробосе по три ёлочных игрушки, ну, вот, сами считайте. Максимальное значение, то есть десять, ранг десятый для ёлочки, ну, для всего, в общем-то, наше украшение возможен при тех раскладах, если у нас всё наряжено на пятёрочку, вот. И вот, посмотрите, на самом деле, лучше, чем вешать всякую бурду на ёлку, вот, достаточно повесить одну игрушечку, сапожок для подарка, и вот уже третий уровень. Вот, поэтому нужно сделать как-нибудь так, чтобы у нас появилось... Игрушки пятого левела выпадают, в общем-то, очень и очень редко. Я вот сейчас получил двадцать ящиков, ну, три боя закатал, там, в общем-то, выиграл. Вот, получил, ну, восемнадцать, ладно. Из восемнадцати ящиков выпал один сапожок вот этого пятого левела. То есть, вы понимаете, да, с какой очерёдностью вообще возможно выпадение пятой игрушки, и как она вообще нужна нам будет в дальнейшем. Поэтому существует коллайдер, в котором, в общем-то, вы можете создать, соответственно, то, что вам необходимо. Поскольку у нас сейчас, в общем-то, ёлка совершенно не наряжена, поэтому можно подешевле создать игрушки, и это будет очень замечательно. Нам нужно перевести на пятый левел, да, потому что это максимальное значение игрушек. И вот вы видите, да, здесь можно создать случайную игрушку, новогоднюю, современную, традиционную и китайскую. А если мы передвигаем рычажок, например, ну, допустим, на новогоднюю, вы видите, да, значение повышается. 960, в общем-то, изумрудиков, или там, я уж не знаю, как это назвать, осколочков. Ну, вот они такие вот, как бриллиантики сделаны, в общем-то. 960, если же мы, это если случайная игрушечка, а если мы, например, хотим навершие сделать, то мы видим, да, сразу уже до 1440 поднимает. Согласитесь, это, в отличие от случайных, достаточно много. Скажем так, больше на 1000. Если вы только начали свой путь, то я думаю, что здесь именно нужно делать случайные. Ну, это для тех, кто, в общем-то, только начал свой путь, или у кого вообще там 1-2 игрушки 5-го левела висят, и, в общем-то, остальных пока что ещё не заработано. Итак, давайте получим осколки и посмотрим, что же у нас выпадет. Достаточно много у нас всего. Я, в общем-то, ничего на ёлку не вешал. Смысла в этом нет. Конечно, красиво, все дела там, блестит, сверкает. Вот, и до 5-го левела можно побыстрее дойти сразу там. Но, куда, в общем-то, торопиться? Ещё до 15-го января всё это работает. А нам нужно до 15-го всё-таки постараться собрать эту богаделью. То есть, настроить ёлку на 10-й левел. Итак, посмотрите, вот 65 игрушек и сумма всего лишь 1090. То есть, я сейчас бы создал только одну игрушку 5-го левела, которая, ну, там, например, навершия или ещё что-нибудь. Давайте разобьём их нафиг. Понятно, да, конечно, что чем больше вы игрушек 5-го левела случайных создаёте, тем больше вероятность выпадения одной и той же. Ну что, давайте создадим украшения. Насколько нам хватит? Альча, я не понял, а чё так скромно тут? У меня был... А, ну ладно. Не гони, Моритурас. Олень. Ха, олень меня преследует, короче, понятно? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пипец. Так, ну чё, ещё сколько? Ещё одну можно создать. Ну, давайте. Ага, олень и, в общем-то, вот такая вот петрушка. Ну что ж, отлично. Олень вообще, он... Это у нас подарочки, да? Поэтому... Где олень? Где мой олень? А, олень это не подарочки. Олень это у нас игрушечный олень. Понятно, значит... Опачки! Четвёртый уровень атмосферы праздника. Где моё компета? Так, точно. Тёлочку мне дали. Отлично. Огонь. Так, ну и... Наряжаем китайскими фонариками. И вот он, пятый левел. В общем, атмосферы праздника. И всего лишь навсего скрыть ящик. Вот, то есть, если подходить с умом, то это можно гораздо быстрее сделать. И, видите, у меня ещё есть навершие, у меня ещё есть две игрушки. Одна гирлянда, два подарка, снеговик, дом, там тоже две штуки. И столбики. То есть, всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять возможностей создать новогоднее украшение пятого левела по халяве. Ну, я думаю, что ещё пять можно использовать. А вот уже потом нужно будет подходить с чувством, с толком, ну и, соответственно, с расстановкой. Ну, я надеюсь, что данный лайфхак был для вас полезен. Это очень-очень просто, в общем-то, быстренько прокачаться. Ну, я думаю, что до восьмого уровня вот так вот по халявке реально. Ну, десятого, я думаю, что, конечно, очень с натяжечкой. Ну, может быть, у кого, если очень сильно подвезёт получить там какие-нибудь халявные пятого левела украшения в обычных ящиках, то, возможно, он доберётся до десятого левела, до 22-го числа. Но я очень сильно сомневаюсь. В общем-то, дерзайте. Всем, кто смотрел, обязательно подписывайтесь на канал. Буду дальше вас радовать, в общем-то, новыми интересными видео. Кто, в общем-то, подписан, обязательно оставляйте комментарии, как вам это помогло или не помогло, или вообще вам по барабану, в общем-то, что я делаю. В общем-то, ещё раз повторяю, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, заходите в мою группу ВКонтакте, в Одногласники, и, в общем-то, везде-везде-везде. И обязательно-обязательно ставьте везде лайки. В общем-то, всем спасибо, всем пока и до встречи. До встречи.